всем приветики 23 октября сегодня так не хотелось вставать хотя мне к 9 на работу но я за уши вытаскивала себя с кровати говори себе с утра солнце вставать пора но это солнце никак не хотела вставать кстати когда на улице светло просыпаешься гораздо легче вставать чем когда просыпаешься на улице просто темень вчера довязала мимимишку надо не забыть тебя забрать это на работу отдать валерику сиди на выход и на улице идет снег а меня продолжают радовать мои фиалочки смотрите до сих пор цветет причем буйно одна фиалка 2 фиалка не буйно но цветет 3 фиалка цветет и еще одна фиалка собирается тоже цвести дала свинкам завтрак яшка грызет китайскую капусту да поставил на нее лапу и грызет скажи это мое никому не дам отриха если салата и сейчас я загляну к улиточкам вчера белоснежка собралась умирать ну мне так показалось вот они улитки бодрствуют так заглянем к вам ухты все съели вчера им положила салатайсберг много причем и они его отлично хрумкают так белоснежка как-то там иди сюда все кажется все она умерла потому что еще больше вылезла от этого тела голова куда-то спряталась и я так понимаю все до свидания белоснежка минус 1 улитка ну привет гуль приветики тебя синицы кормят да синицы разбрасывают корм прилетел гуль и клюет себе завтракает я сейчас видела какую-то птичку не синица не воробей не снегирь какая-то птичка на похожие на синицу и на воробья крупная ты посмотри по моему кто-то пытался голубет огнательми показалось да вот это птичка он она он она похоже на воробья она какая-то полосатая вот посмотреть не видно плохо видно ну это не воробей это точно не воробей пытался отогнать голуби от и кто такой смелый когда было темно я видел эту птичку на веточки но я не поняла я думала мне показалось на самом деле не час просило и я поняла что это у меня новый тут пассажир да Ты кто такой смелый? Ты кто такой хавосый? Слетел. Или такой воробей здоровый, бойкий. Да не, на воробья не похож. У него и оперение какое-то, как будто бы немножко полосатое. Вот она, вот она, эта птичка. А ну, покажись. И кружит возле голубя. Мне надо уже уходить. Мне так хочется вам ее показать поближе. Прям такой смелый птиц. Ну, покажись. Улетел. Я на работе нашла схему тигренка, которого я еще не вязала. И сейчас хочу попробовать. Тигренок вяжется. Будет очень забавный толстячок в синей одежке. И, как по мне, очень красивое сочетание. Желтое с синим. Я дома, и посмотрите, вот она, эта птичка, которую я пыталась снять утром. Вот что это за птичка? Это кто? Кто разбирается? Ну, ведь не воробей, это точно. Съели всю кормушку. Осталось на донышке, но я насыплю еще. Хочу понаблюдать за этой серой птичкой. И у меня плохие новости. Случилось то, что должно было случиться, о чем предупреждали врачи. У Аниной свекрови уже не было шанса. Врачи сказали готовиться. Но мы ведь люди, и каждый человек надеется на лучшее. Надеется на какое-то чудо. Но, к сожалению, чудо не произошло. Аниной свекрови не стало сегодня утром. И она собиралась ехать в Архангельск, забирать ее вместе с мужем. Но потом поговорили и решили, что Женя сам поедет забирать, а Аня останется здесь. Во-первых, это материально сложно, билеты дорогие. Во-вторых, собака. Собака, как вы знаете, выбирает себе хозяина. И хозяйка была, любимая хозяйка, это тетя Нина Анюткина свекровь. Но она для себя эту собаку и брала. Она любит очень собак. У нее до этого долго-долго жила, умерла старенькая. И потом взяли Ларьку. Ларька тоже уже в возрасте. Я не помню сколько, но уже больше 10 лет. Ну и вот не стала хозяйке. И они с Женей посоветовались и решили, что Аня останется в Мурманске, а Женя поедет в Архангельск. Для тех, кто не знает, она умерла от последствий от ковида. Сначала она болела дома. Потом, когда заподозрили что-то неладное, вызвали врача. Болела и она, и ее внук, который в Архангельске учится в медицинском институте. И, значит, вызвали врача. Болели они сначала дома, потом она лежала в общей палате. Потом ей стало хуже. Перевели ее в реанимацию. Короче говоря, где-то в среднем это все заняло 3 недели. За 3 недели человека просто не стало. Просто раз и нету. Ужасная болезнь. Ужасно, когда так. Вообще ужасно, когда люди уходят из жизни. Вот так вот просто жила. Прошло какое-то время. Неделя, 10 дней, 2 недели. И нет человека. Просто нет. Ни с того ничего. Когда приходит старость. Человек болит. Лежит. Вот эти вот смотришь бабулечки. Но они уже совсем старенькие. Но как-то немножко это все по-другому. Но когда человек ходит, нормально все. Никаких причин для волнения, для беспокойства нет. Я аж заикаюсь. Вот. И тут раз тебе. И вот такое вот горе. Это очень страшно. Как по мне ужасно страшно. Когда вообще молодые уходят из-за этого ковида дурацкого. Откуда он взялся. Вот. Это страшнее вдвойне. Так что вот такие вот новости. Тетя Нина крещеная. Не могу говорить. Вот у меня прям с речью что-то не то. Я волнуюсь. Вот. Тоже плакала. Сидела на работе. Одна. Мне как бы сказать. Ну чужой можно сказать человек. С одной стороны. А с другой стороны. Я ее тоже давно знаю. И общаемся. И в WhatsApp. То открыточки она мне кидает. То нибудь с добрым утром кидает. Кидала. Вот. Ну как-то я ее очень давно знаю. Вот. И по телефону. И рецепты какие-то. Ну и. Она мне не посторонний человек. Для меня это тоже больно. И понимаю я Анютку. И родственников. И всех. Но ничего. Ничем. Как говорится. Помочь уже нельзя. Я единственное. Что запишу ее в свой помянник. Я же говорю. Больше тех. Когда я подаю записки за упокой. Чем за здравие. Потому что столько людей уже ушло. Из моей жизни. И к сожалению. Список тех. О ком я подаю за упокой. Все увеличивается. И увеличивается. И. 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 Насыпала кормушку, гляньте, снова голубь маскируется под синицу, спрятался на ветке за ягодками, ну ты даешь, мастер маскировки. Ну все, синички, давайте, прилетайте, и ты тоже непонятный птыц, прилетай. Слушайте, я вижу этого непонятного птыца, может это все-таки самец, как он с красными грудками, это снегиря, может быть так, но они обычно с самочками прилетали, потому что самцы темненькие, а самки темненькие, самка снегиря, а самцы с красными грудками. Может быть это самочка, такая бойкая, бойкая самка была, раз на голубя бросалась. Вот он, вот он этот птыц, птыц, ты кто, представься хоть, хоть представься. Че ты такой холюсенький, я не могу, такая мордаха, да, такой как будто, так спрыгал смешно, как будто маленький цыпленок. А ну-ка, а там второй не такого же? Да, еще один такой же. Слушайте, все-таки это, наверное, снегири, а где же с красными грудками? Два уже таких увидела, темненьких. Ладно, присядем, сейчас Коля уже с работы придет, но пока понаблюдаю. А че, ты заходила, кто дверь не закрыл входную, блин? Не знаю. Следы из-под снега свежие там че-то у дверей. Так, ну ладно, буду отходить от окна. Кажется, они меня боятся, я сколько сижу здесь, они боятся садиться на кормушку. Сейчас отойду, пускай поклеют спокойно. А я убрала улиточек, вожусь на кухне, благополучно закончилось печенье, налепила это творожное печенье. Сейчас поставлю в духовку, сварю себе супчик, сделаю маме запеканку, у него закончилось, завтра завезу после работы. И с кашеварением, наверное, все. Супчик у меня готов, картофельный супчик с небольшим количеством макарошек. Из куриных патрошков, патрошки с Воронежской области. Вот тут головешка есть даже, гляньте, какая ку-ку-ку. И всякие остальные принадлежности, которые относятся к патрошкам. Супчик получился вкусный, потом еще сделала Коле мясо на завтра на работу, уже приготовила для запеканки. И печеньки уже почти готовы. Да, еще немножко, еще чуть-чуть, и можно будет доставать. У Дуни новый прикол, каждый день расписан, времени нет. Йога, косметолог, диетолог, массаж, новую машинку, успеть загнать в гараж. Сейчас она это сама пропоет. Каждый день расписан, времени нет. Йога, косметолог, диетолог, массаж, массаж, новую машинку, успеть загнать в гараж. Видите сережки у нее? Это она сама сплела, я ей давала в больницу вот эти штучки, на что цеплять сережки. Ну, вот эти вот, да, вы поняли. Вот, и она себе плохо сфотографировала, вот, сплела сережки, и не одни причем. Это уже заканчиваются эти крючочки, но у меня они еще есть, и я ей дам. Тут они едут с Глэдди, с Федей и с Мишей куда-то за покупками. Гляньте на эту барабаку. Что такое, Глэдди, что такое? Успеть загнать в гараж. Дуя чудит. Слушайте, ну ладно, все, на сегодня уже все, больше снимать ничего не буду. И буду с вами прощаться, поэтому скажу всем пока, всех люблю. И, конечно же, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok.